Следующая ошибка. Закрываем углы пластиковым профилем. Это уже вчерашний век. Сейчас в современном дизайнерском ремонте никто так не делает. Нужно запиливать плитку на уз, то есть под 45 градусов. Сейчас существует у всех нормальных плиточников станок, который спокойно может сделать эту процедуру. Просто это стоит денег. Но учитывая, что мы на долгие годы укладываем плитку, я думаю, один раз можно вложиться, для того, чтобы потом не видеть уродливые пластиковые уголки. Вот посмотрите, пример с нашего объекта. Здесь буквально в трех плоскостях, видите, вот эта плоскость одна, вот эта вот вторая плоскость, вот эта третья плоскость, а вот эта даже четвертая плоскость. В общем, в нескольких плоскостях мы здесь выкладывали керамогранит, вот эти узкие полоски. Мы подогнали основание из гипсокартонного влагостойка вот таким образом, чтобы ни в одной плоскости, ни в одном направлении нам не пришлось подпиливать эту плитку, подрезать ее. И получили вот такой вот довольно симпатичный, на мой взгляд, вариант. Обращаю ваше особое внимание на то, как выполнены вот эти углы. Здесь все углы запилены под 45 градусов. А представьте, какой бы вид имела эта конструкция, если бы здесь были вставки из пластиковых уголков. Продолжаем тему основной ошибки укладки. При работе с натуральным камнем и другими пористыми материалами мы можем легко их запачкать. Каким образом это происходит и почему? Дело в том, что натуральный камень, такие как мрамор, гранит, он мало того, что очень дорогой, так он еще и капризный. Он легко впитывает любую химию. Если даже на него капнуть банальной акриловой грунтовкой глубокого проникновения, которая каждый день используется на стройке, в отделочных работах, эти пятна потом мы уже ничем не сможем удалить. Поэтому здесь нужно действовать особенно аккуратно, избегать наносить какие-то пятна, либо это грунтовка, либо оставлять там цементный раствор, потому что этих следы мы потом не смоем. И как только мы уложили натуральное покрытие, либо любое другое пористое покрытие, допустим, какой-то там камень-травертин, либо клинкерный кирпич, мы должны сразу же его укрывать. Вообще, в целом, акриловая грунтовка, банальная акриловая грунтовка, это очень опасный материал при работе с плиткой, потому что очень часто, если она попадет на некоторые виды плитки, то ее уже практически потом не отмыть. Чаще всего, конечно, это пористые плитки, но есть также ряд глянцевых плиток, которые не выдерживают попадания на нее грунтовки. Хотя бывают случаи, когда, допустим, плиточник последовательно грунтует стену, обеспыливает ее. Поскольку у нас плитка начинается, как правило, снизу вверху, укладка плитки, и вот он, допустим, представьте, сверху начинает грунтовать стену, чтобы уложить следующий ряд. Очень большая вероятность, что грунтовка может попасть на нижние ряды. Если у вас капризная плитка, то вы потом не сможете избавиться от этих пятен. То есть, может быть, даже при прямом взгляде на эту плитку ничего там не видно, но если смотреть под косу угла света, вы увидите, что там есть разводы, и потом не сможете от них избавиться. Аналогично, когда производится затирка плитки, неважно, какой, цементной смесью, либо двухкомпонентной, эпоксидной. Если там вовремя эту смесь не смыть, на некоторых видах плитки или любого другого керамического покрытия, мы можем получить тоже несмываемые пятна, от которых вы потом не избавитесь. Таким образом, давайте попробуем подвести итоги. Особую аккуратность и осторожность мы должны проявлять, когда мы работаем с натуральным природным камнем, с пористыми поверхностями, которые способны впитывать различную химию. Речь идет об акриловой грунтовке, о цементной затирке, эпоксидной затирке и даже о плиточном клее, потому что есть настолько деликатные поверхности, на которые нельзя даже попадать плиточным клеем. И после того, как мы закончили работы, мы должны тщательно укрыть эту поверхность, не допуская проникновения на нее химии в ходе дальнейших ремонтных работ. Продолжение следует...